Здравствуйте, Наталья. Ваш вопрос связан больше с этикой поведения. Я его коротко озвучу. У меня есть давный знакомый. Он не был женат, он слепой, полуслепой. В его доме нет воды, и я разрешаю приходить у меня в квартире постираться. Из церкви сестры сказали, что нельзя, чтобы мужчина приходил к женщине, когда оба одни. А я знаю его много лет. И о личных отношениях нет и не может быть речи. Мне неудобно запретить приходить. Каков Ваш совет? Я, наверное, бы рассмотрела это с разных сторон. Этическая сторона как опасность, она, конечно, существует. Но если Вы уверены, и в Вашем сердце есть понимание, что не может быть об этом и речи, то, во-первых, Вы можете себя защищать несколькими путями. В этот момент у Вас может быть кто-то еще, и даже те же сестры, которые увидят Ваш уровень отношений. С другой стороны, если Вы уверены на самом деле, и уже никаких нюансов не допускались, то мотивация Ваша не должна быть мнения людей. А и то, что мне неудобно ему отказать. А мотивация, Господь, а что Ты думаешь по этому поводу? Если мне человеку, может быть, даже взять просто его белье постирать отдельно, да, если он там приносит. Либо, когда ему надо помыться, то есть Вы ему позволяете и таким образом не живите вот в этом неудобстве, потому что Вы царствуете на своей территории. И если Вы тому постанавливаете чистоту, святость, Божье царство, и говорите, сюда не зайдет никакая похотливая мысль, здесь не будет царствовать никакая интрига и никакая провокация. Господь, это посвящено Тебе, и я не на себя рассчитываю, а на Тебя. И сейчас я оказываю эту благотворительную часть человеку, который нуждается в помощи, потому что у него нет полноценного зрения и условий. Поэтому я служу ему, как тебе. Вот тогда, когда есть внутри Вас подобная позиция, тогда Вы не будете жить в неудобстве, что мне надо ему отказать. А если Вы живете просто из неудобства, то это не совсем твердость. Та твердость, с которой Вы можете действовать уверенно. Я благословляю Вас Богом, этот вопрос решите. Когда внутри Вас получается удостоверение, и Вы понимаете, Бог зажег зеленую улицу, идите смело и живите спокойно. Если люди будут Вас в этом упрекать, Вы можете легко сказать, приходите, пожалуйста, в это же время, я открою Вам дверь, и Вы, может быть, поможете тоже что-то сделать этому человеку. Я не закрыта, и я не собираюсь просто с ним закрываться на одной площади. Хотя, еще раз повторяю, такая опасность, она существует, может быть, не в такой твердой позиции, как у Вас кто-то окажется. Поэтому я сейчас не говорю, что всем это рекомендую. Я говорю только по Вашему случаю. Поэтому всего Вам доброго, Антонина, мудрости и Божьей Вам позиции взгляда. Субтитры создавал DimaTorzok